Аллилуйя, мы благословляем всей Церкви нашей, благословляем всей Церкви поездку нашего брата Эдди, потом на наш брат Эдди, на брат Давид, на армянскую землю, и потом в сирийскую землю, и куда не поведет его Дух Святой. Держи его в своей руке, Господь. Держи его в своя рука, Господи. Носи его на своих крылах. Используй наших братьев. Используй нашите братья. Как свои драгоценные сосуды. Да прославится имя Твое. Просто призываем Твою защиту. Защиту Твоей драгоценной крови. Мы молились молитвой единства. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. И Божья церковь, что каже Амин. Амин. Слава Богу. Слава на Бога. У меня тоже сегодня свидетельство. Не същимо свидетелство. Больши степени оно каснется Турции. В голямата степень ще бъде за Турция. Я тоже увидел такую руку Божию. Когда мы прибыли в Стамбул. Куда-то стигнули мы Стамбул. И Стамбул. Уже после Казахстана. И мы увидели там движение Святого Духа. Мы увидели, что очень много молодых людей. Видели, что много молодых хора. Самых разных стран. От различных державей. В основном это Казахстан, Узбекистан. От Казахстана, Узбекистан. Дальний Восток. От Дальний Исток. И Южная Корея. Они получили откровение. Те получиха откровение. О том, что скоро надвигается сильное пробуждение. Че ще има силно пробуждение. Которое будет в Турции. Което ще бъде в Турции. И они уже начали съезжаться туда. И те започнаха там всички да идут в Истамбул. И мы с Натали посетили церковь для русскоговорящих. И с Натали посетихме церковь. И мы увидели, что не только у нас оказывается. Видяхме, что не только у нас оказывается. И мессианские иудеи, и христиане собираются вместе. Мессианские-то и евреи, и христиане собираются вместе. Это есть и в других странах. Твоя глумя его в другой державе. В том числе и в Турции. И американцы еще там. Все что? Африканцы. Канадцы. От Канады все что? Канады вот служители. И мы же служители от Канады. С которыми мы очень хотели познакомиться. С которыми мы многое с какими-то запознаем. Это женщина. Твоя одна жена. Очень благословенный служитель. Много благословенный служитель. Ее зовут пастор Юнис. Тя сказала пастор Юнис. Мы с ней познакомились наконец. На и на крае запознах мы с ней. И у нас было прекрасное общение. И мы прекрасно общались с ней. Мне предоставили слово. И дадъ ехать возможность договорить в церкви. Я там проповедовал. Проповедовав там. За последнее то время. За последнее то время. За последнее то событие. И было сильное присутствие. Имаше сил на присутствие. И потом после служения ко мне подошли. След служения дойдоха при мен. Молодые служители. И попросили сперва помолиться за одного турка. Казахами да се помолях за един турчин. Который находился в длительной депрессии. Който е бил в длога депрессия. Помолихме се за него и помазахме се в Елей. Потом привели другого турка. Но после доведаха друг турчин. И рассказали о нем такую историю. И рассказали о нем такую историю. Что он строитель. Что он строитель. Он работает на экскаваторе. Работает с экскаватор. И он где-то, это было еще до землетрясения. И он там где-то копал землю. И нарвался на какие-то погребения. И он пережил, что он говорит, что как будто бы в меня вошли какие-то существа. И после этого он стал одержимым человеком. Его как в Библии начало бросать. Бить о стены. Он громко кричал, ругал се. Високо е крещал, карал се. Набрасывал се на людей. Той се е хвырлял върху хората. Потом он пошел в мечеть. После той отивал в мечеть. К Муле. К Мула. И обратил се к нему, что бесы мучают меня. И той се обърнал к нему и казал, че бесовете го измъщват. Вы же священник. Нали вие сте священник. Сделайте что-нибудь. Направейте нещо. И вы знаете, что сказал ему Мула. И какво му каза служители? Где я вижу руку Божию? Каде я виждам Божьито рука. Я верю в то, что искренние, честные служители так должны поступать. И вярвам, че честните служители трябва да поступат така. Мула сказал этому одержимому человеку, что мы здесь в мечети ничем не можем тебе помочь. Че нет, тук мечети. Джамия. Джамия. Нищо не можем да направим. Иди куда? Каде да отидай? Иди в християнскую церковь. Утивай в християнската церква. Так сказал Мула. Така каза Мула. Наталия это слышала? Наталия е чула това. Там тебе помогут. Там ще ти помогнат. Слава нашему Богу. Слава нашия Бог. Потому что имя Ишуа, оно и сегодня освобождает. Защото имя Ишуа и днес освобождает. Исус Христос и сегодня имеет власть. Исус Христос и днес има власть. И я этому был многократно свидетелем. И я много пыти съм виждал това. И у меня богат опыт именно в освобождение. Имам голям опыт в освобождение. И так получилось, что я был как раз на этом служении. Така се получило, че аз бях точно на тази служба. И эти молодые служители сказали, что мы долго молимся за него. И младите служители казаха, че дълго време се молят за този човек. Молимся по два часа. По два часа се молим. Сейчас, наверное, и вы тоже будете очень долго молиться за този човек. И, может, и вы сега много долго ще се молите. Они принесли ведро. Те донеслих кош. Кош, да. Потому что, говорит, когда его начинают бросать, кидать, защото започва да се хвырля. Его начинают очень сильно рвать. Започва да повръщат. И сейчас все это будет. И всичко то, что ти боди сега. Сейчас он будет кататься. Сега ще се тръкаля по земята. Кричать, орать. Ще вика. Ругаться. Ще се кара. Сквернословить. Ще се... Ще хули. И он просто здесь все вот так. И ще започва да... Ще повръщат всичко. Просто народному обрыгает. Не знаю, как по-балгарски. И, ну, просто приготовили вот этот сосуд. Те приготовили тоже кож. Този сед. Ну, вы знаете, я кое-что знаю. Ну, а знам нечто. Я знаю точно, что там я оказался не случайно. Че там бях не случайно. И я поделился своим опытом. И споделих свой опыт. В освобождении именно одержимых людей. В освобождении именно одержимых людей. Я посмотрел ему в глаза. Погледнах очите му. И увидел, что он действительно одержимый человек. Видях, че наистина е овладан. Потому что его глаза были просто налеты крови. Просто вот, ну, сплошные какие-то кровоизлияния. Имаше кровоизливие в очите му. И просто лицо было пунцовым таким. И лицата му беше... От ярости, от гнева. Беше исполнено с ярост и гняв. Такое красное лицо. Червено лице. И он смотрел на нас такими просто дикими бешенными глазами. И той с диви очи гледал. И вы знаете, чем я поделился? И с какого споделих? Я спросил его имя. Питах как сказал? Он мне сказал. И той каза. И потом я сказал ему так. Ты знаешь, сейчас тебе надо будет провозгласить. Сега трябва да провозгласишь. Что Ишуа это Машех. Че Ишуа это Машех. Что Иисус это Христос. Че Иисус это Христос. Что Иса есть Масях. Че Иса и Масях. На трех языках ему объяснил. На третий язык ему объяснил. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Разберешь ли, как вы указываете? Ну, через переводчика, конечно, мы говорили. Через приводчика, конечно, мы говорили. Он говорит, я, конечно, понимаю. И той каза, че разбираем. Тебе надо провозгласить. Трябва да провозгласишь. Что Иисус Христос. Че Иисус Христос. И сам Асих. И сам Асих. Является твоим личным спасителем. Сеява твое личное спасителе. Что Он твой Господин. Че той твой Господин. И ты отдаешь Ему свою жизнь. И ты Ему даваш свое живот. Все свое сердце отдаешь. Цялото си сердце. И тот, кто в нас. И той, за който вътре в нас. Бог. Во Христе Иисус. В Иисус Христос. Он сильнее дьявола. Той е посилен на дьявола. Он надержал победу над дьявол две тысячи лет тому назад. Той е победил дьявол още преди 2000 години. Дьявол пораженный враг. Той е поразен. Он всего лишь лжец. Той е лжец. Он лжет. Той е лыжи. И делает это постоянно. Он тебя обманул. Но скажи Ему правду. Скажи Ему истину. Скажи Ему прямо сейчас, Сатана. Во имя Иса Масиха. Во имя Ишо Машех. Убирайся вон из моей жизни. Вон. Пошел вон во имя Иисуса Христа. И вы знаете, этот человек с трудом. И този човек много трудно. Когато трябваше да казвало Господ. Беше много трудно да каже това. Но он это сказал. Но той каза. И в този момент той е получил освобождение. Как я это знаю? Как знам това? У него лицо стало светло. И он заулубался. Започни да се усмихва. Только что он был в гневе. Только что он был пунцован. Только что его глаза были налиты крови. Преди малко очито му бяха исполнени с кръв. И вдруг он выпрямился, заулубался. И с в одной, что я се исправил, започнился усмихвам. Его лицо просветлело. И лице туму ста на свету. И потом мы тут же сели. И в одного седнах мы. Прошло всего лишь 10-15 минут. Минаха 10-15 минут. А нам прогнозировали, что мы 2 часа будем молиться. И что вы будете его рвать, и он будет кататься, и выкарать. Силен наш Господь. И вся слава только Ему. Просто очень важно церкви научиться пользоваться властью имени. Власть имени и еще наше. У него, только у него колоссальная власть. Само Той има власть. Писание говорит, что вся власть отдана Ему. Писание така, что цялата власть има саму Той. И на небе, и на земле, и на земле. Все преклонилось. Небесно-земное преисподнение. Сегодня пало под ноги нашего Господа. Только у Него победа. Только кто-то об этом не знает. Само некой не знает Това. Но мы-то знаем, правда? Но не знаем. Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. Вы знаете, у меня сегодня для вас такой подарок. Я сегодня подарок за вас. В Казахстане я даром времени не терял. Казахстан не губил время. И пока мы оформляли документы. Готово оформлях мы документы. А пока мы сидели ждали. Дукату садях мы и чеках мы. А и этот бывший одержимый. И тоже бывший вода. Он нам сказал с Наташей. Той не казался с Наталью. Вы знаете, у меня с такой радостью, у меня есть для вас подарок. Имам подарок за вас. И он куда-то побежал. Някъде избегал. Ну, наверное, в машину свою. Машби в кулата. И что-то оттуда принес. И нечто донесил там. Какой-то такой железно-металлический ящик. Железно-кутия. И он говорит, я хочу вам подарить. Из комдави подарем. Вот эту особенную турецкую брынзу. Турцкую сирену. И, конечно, мы приняли этот подарок. И приехали тоже подарок. Потому что мы видели, что это уже наш брат. И видели, что это уже наш брат. Во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе Христос. Мы приняли с радостью и привезли это в Болгарию. Приехали с радостью и донесли мы этого в Болгарию. И потом, через какое-то время, я открыл эту банку консервную. И там была как в рассоле брынза. Имаше сирене. Саламур. Но я не могу это описать словами. Не могу да го пишу с думи. Наверное, потому что это было подарено от всего сердца. Защото това беше подарено от целого сердца. Ну, ничего вкуснее. Я вот на земле... Я говорю, это какая-то, Наташа, особенная брынза. Твоя особенная сирене. Она пропитана святым духом. Чая исполнена со святым духом. Ну, такая вкусная. Много вкусная. И какой-то особенный специфический вкус. И мой специфичный особенный вкус. Вот вроде бы брынза. Сирене. В то же время что-то очень такое необычное. Но все что-то время нечто необыкновенное. И я сегодня хочу вам прочесть одно место. И потом спою вам песню опять. И после что-то ви спея песен. Прошлый раз я спел песню. Предния пыта спях песен. Моего земляка. На моего... Карагандинца. Човек, который съезжает от Караганда. Его зовут Олег Руских. Казва себя Олег Руских. Он написал потрясающие стихи. И написал прекрасные стихи. И на эти стихи Александр Розенбаум написал музыку. И Александр Розенбаум е написал музыка по тези думи. И сега пе и тази песни. И эта песня называется Стрекоза. И тази песни се нарича Стрекоза. Като христианин имам пълно право. Что-то взятие у Розенбаума. Да взема нечто от Розенбаума. Думаю, что он на меня не обидится. Мислят, что няма да се обиди на мене. Потому что как бы так немножко как бы претендуя на его музыку. Че малко претендирам на негову музыку. На одном международном конкурсе. На един интернационален конкурс. Это было в городе Алматы. Тва беше в град Алмата. Бывшая столица Казахстана. Бившая столица на Казахстан. Я завоевал первое место. Было с многих стран выставлено группы. И они готовили разные сценки. Творческие номера. Какие-то песни. И нужно было что-то сотворить. Что-то творческое. Или это песня. Или это какая-то сценка. Или что-то, что было бы необычно. Что тронуло бы сердца слушателей. Зал был примерно на 300 человек. И разные группы выходили и просто прославляли Бога. Да, это была международная христианская конференция. Беше интернационална христианская конференция. На которой со всего мира съехались. На която целия свят всички дойдоха. Врачи. Лекари. Христиани. Христианские христиани. То есть необычные, не просто доктора. Необыкновения лекари. А доктора, которые уверовали когда-то. Лекари, которые некогда са поверовали. В Иисуса Христос. И стали христианами. И станаха христиани. Я верю в то, что это особенная каста. И верю в то, что это особенная каста. Какая-то особенная прослойка. Особенная прослойка. На обществото. Одно дело, очень хорошо, когда доктор имеет призвание. Правда? Много добре, когда лекар има призвание. И у него получается, реально получается лечить людей. Но я думаю, что намного лучше. Но я думаю, что намного лучше. Когда доктор еще верит в Творца. Когато лекаря вярва в Творец. И Бог му помогает. И Бог му помогает. Можете для этого прочитать 28 главу. Можете да прочитете 28 глава. Книга Иисуса сына Сирахова. Книга на Иисус Сирахов сын. Сирахов, да. Это апокрифическое послание Ветхого завета. Това е послание от Стария завет. Но это настолько уникальная глава. Только уникальная глава. Которая описывает саму суть. Коя-то описывается жноста. Ну, любой медицины. На всякакого медицина. Как земное, так и небесное. Как земное, так и небесное. И потрясающее послание. Твое потрясавое послание. И вот доктора выступали. Докторы излизали. И в финал вышли американцы. И во финале имаши американцы. Потому что они поставили какую-то очень мощную сценку. И ты имаха многу мощную постановку. Как может работать команда. Как может работать один экип. То есть там примерно команда из восьми человек. Имаше группа от осем человек. Они показывали, как сложно работает какой-то механизм. Ты показывала, как сложно работать один механизм. Ну, по-моему, это был какой-то мотор. Но этот мотор был сделан из людей. И они настолько все отчеканили, что вот, ну, какие-то движения настолько... Ну, видно, что у нас всего была одна ночь. И мы имахме саму одна ночь. На подготовку. На подготовку. За одну ночь они отчеканили каждое движение. И за одну ночь всякое движение было точно. И выглядело это очень впечатляюще. И слежащие впечатляло, что... Ну, все были просто в восторге. Сички бяха был в восторг. Потом вышел я. После излязухаз. Что я исполнил? Как вы исполнили? Знаете, ночью Бог мне дал откровение. И призначит, что Бог мне дадут откровение. За эту ночь я написал стихи. И пристазе ночь написал стиху вы. Стихи на одну из моих любимых песен. На одну от моих любимых песен. Ну, раньше еще, до уверования, эта песня мне очень нравилась. И я ее пел на гитаре. Что это за песня такая? Это песня Вальс Бастон. Твоя песня? Вальс Бастон. А Вальс Бастон. Кто ее написал? Кое я ее написал? Ее написал Александр Розенбаум. И так как я эту песню знал очень хорошо. Я просто помолился Господу. Я сказал, Боже, дай мне стихи на эту музыку. Помолих Бог да мне даде стихове на тази музыка. И Бог мне даде. И на следующий день я эту песню исполнил. И на следующий день исполнил тази песен. Все были в какой-то степени ошеломлены. И всички бяха учудени. Именно тем, что песня была написана всего лишь за одну ночь. Че тази песен беше написана за една ночь. Ну, примерно за 2-3 часа. 2-3 часа. Но сегодня у меня для вас какой подарок? А днес имам таков подарок. Это песня о вознесении Церкви Господне. Това е песня за вознесение на Церквате. Примерно такая же песня, какая у меня есть, которая про коней. Почти същото, което имам за коней. 收ь. Или я был вознесен на колеснице. Так и церкев по цыганская версия. По цыганская версия. Тоже будет вознесена на колесницах. Сычно, что будит вознесена на коней. Но это уже другая песня. Это вообще другая песня. Мы сегодня с вами представим, что Бог нас уже возносит. Рано или поздно это произойдет. И я вот верю в то, что это будет еще при моей жизни. Я хочу быть к этому готовым. Я хочу, чтобы Христос меня вознес. Не знаю, как вы. Может, вы хотите остаться. Может, вы из которого останете. Но я пойду туда. И вот сегодня я хотел именно это предложить вам. Мы будем петь эту песню. Потому что я специально попросил этот текст выставить на экране. Мы вместе будем эту песню петь. И будем представлять, что Иисус сегодня нас уже возносит. И вот взвесьте сегодня себя на весах Господних. Легко ли вам будет оставить эту землю? Легко ли вам будет оставить свою семью? Свой дом? Да оставите свое семейство, свое дом. Свою работу. Своя работа. Кому-то может, наоборот, покажется. Слава тебе, Господи. Може, някость скажет слава на Бога. А кто-то подумает, что там мне как-то еще хочется здесь пожить. Как-то еще я не готов к вознесению. Вы готовы? Готов или сте? К вознесению? Да. Да, да. Надо репетировать. Трябва да репетираме. Потому что кто-то настолько уже оттяжелел, что сейчас... Сто некого вечера станова толкова тежек. Со стволом трудно подняться. Че много трудно просто достану. Вознестись. Я вам сегодня предлагаю встать все вместе. Просто подогон или застанете? Потому что тела наши, храмы наши должны быть приготовлены. Храмы это не треба для себя подготовки. Где вы? Мы опять же немножко... Мы не репетировали это все экспромтом. Я хотел попросить текст выставить сперва на экране. Сперва будет первый куплет. Он из двух абзацев. Потом будет припев. Потом еще второй куплет. Потом... Ну, как все... Все то же самое, как и в вальс в Бастоне. Только слова другие. Мы будем вместе петь вот под эту музыку. Я сейчас попрошу включить музыку. Там погромче, потише. Мы сейчас сразу сориентируемся. Да, можно уже пускать. Еще погромче, пожалуйста. Из сотен тысяч золотых камней Из построенного словом Иисуса Возвышался в небе город В славе всех огней. Нисходил с неба он И пел небесный в нем хор. Из-за всех округи люди приходили к нам. Из-за всех окрестностей слетались ангелы. И войти всем нам хвалу, где он присутствует сам. Как часто вижу я сон, тот удивительный сон. Сын Божий сходит с неба в славе, ты спасен. Объянет от исполнения. О годах с тобой, как давно уже влюбленная невеста. Всеми стенами качаясь, сердце отворив. Счастлив я, что Господь мне свое имя открыл. А когда утихнут звуки в сумраке ночном? Уисус, ты конец, ты и начало. Поведешь ты свою церковь, платье под венец. В город свой, в свой творец, как хорошо будет в нем. И давайте вместе. Как часто вижу я сон, тот удивительный сон. Сын Божий сходит с неба в славе, ты спасен. Сын Божий сходит с неба в славе, ты спасен. Блеснул, как молния он, ударил Божий там гром. И вместе с церковью я чудесно вознесен. Как часто вижу я сон, тот удивительный сон. Сын Божий сходит с неба в славе, ты спасен. Аллилуйя! Господь, спасибо тебе. Приготовь наши сердца, Господь. Чтобы нас на этой земле ничего не держало. Чтобы мы были готовы к тому, Господь, вознесению, Господь, которому ты нас готовишь. Ты приготовил для нас дворец. Ты приготовил для нас золотой небесный город. Золотой Иерусалим. Улицы которого золотые. Основания которой построены из драгоценных камней, Господь Отец. Там, где ты отрешь все слезы, Господь, и там, где не будет уже печали, но будет непрестанная радость и хвала. Спасибо тебе, дорогой наш Господь Иисус Христос. Аллилуйя! 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 Мы вместе да скажем аминь. Давайте мы вас дадим славу нашему Господу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, садитесь, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аллилуйя! АПЛОДИСМЕНТЫ Уже неплохо. Ну, по крайней мере, вышел. Уже, да. Будущий в английском. Я прочитаю вот это место, которое я хотел прочитать. Книга Откровения, 21 глава. Книга Откровения, 21 глава. С первого стиха. От первый стих. Ну, песня-то понравилась вам. Все улетели. Или кто-то остался. Мы уже на небе, правда? Вече сме на небе. Из первого стиха. От первый стих. Апостол Иоанн. И увидел я новое небо и новую землю. Видях новое небо и новое земля. Ибо прежнее небо и прежнее земля миновали, и море уже нет. За что-то первое небо и первое земля приминах, и море не амаше вече. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим. Видях и светлея град Новия Иерусалим. Новое, исходящее от Бога с неба. Да слиза от небето, из небето от Бога. Приготовлен и как невеста, украшена для мужа своего. Приготовлен като невеста, украшена за мужа се. И услышал я громкий голос неба. И чух силен глас от престола. Говорящий. Който казваше. Си скинят Бога с человеками. Ето скинята на Бога и с човеците. И Он будет обитать с ними. Той ще обитава с тях. И они будут Его народом. Те ще бъдат Негови люди. И сам Бог с ними будет Богом их. И сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. И отрод Бог всякую слезу са чей их. И Той ще обърши всяка слеза от очите им. И смерти не будет уже. И смърт не ще има вече. Ни плаче, ни вопля, ни болезни уже не будет. Нито ще има вече жалеяне, нито плач, ни болка. Първото премина. Ибо прежнее прошло. Първото премина. И сказал, сидящий на престоле. И седаш, че от на престоле речи. Все творю все новое. Скажи, все творю все новое. Это подновявам всичко. У тебя новое сердце. Имаш новое сердце. У тебя новое тело. Имаш новое тело. У тебя новые кости. Имаш новые кости. Новые глаза, Николай. Новые очи. Все исцелено. Всичко исцелено. Мы питаемся от древа жизни. Не сохраним от древа на животе. Листья для исцеления всех наций. И шестого стиха. И сказал мне. Совершилось. Я есм альфа и омега. Начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом. А ще му бъда Бог. И той ще ми бъда син. Боязливих же и неверних. А колкото за страхливците и невярващите. Скверних и убийц. Мръсните, убийците. Любодеев и черодеев. Блудниците, черодейците. Идалослужители и всех лжецов. Идалопоклонците и всичките лъжци. Учист в озере огненом. Тяхната учист ще бъде в езерото. Горячим огнем и сере. Което гори с огън и жупел. Это смерть вторая. Това е втората смърт. Скажете Амин. То есть, я ничего не придумал. Нищо не измислям. То, что есть в тексте, то в этой песне. Това, което има в този текст е и в моята песен. И шо, он есть и начало и конец. И шо, това е началото и краят. Он есть Альфа и Омега. То е Альфа и Омега. Я был рад сегодня вам послужить. И многу се рад вам да ви послужат нас. Вот этим свидетельствам. Состава свидетельствам. Будьте благословены. Будьте благословены. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, слава Богу. Ну что, мы укладываемся. Помолимся сейчас за пожертвования, приношения. Я вообще хочу засвидетельствовать. Как Боск... Да, можете пока проходить.